Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на круглом столе, посвященном коммуникации в медицине. Этим круглом столом мы продолжаем цикл передачи коммуникации, и сегодня мы будем говорить о коммуникации в педиатрии. Мы сегодня находимся в удивительном месте, это МИДС гематологии, и рядом со мной сидит президент центра имени Дмитрия Рогачева Александр Григорьевич Румянцев. Представлять академика Румянцева, наверное, дополнительно не нужно, и первый вопрос, который хотелось бы задать, Александр Григорьевич, задам чуть позже, когда представлю остальных, так увлеченно уже хотела задать. Первый вопрос. Марина Демидова, руководитель клиники ДОК-дети. У Марины удивительная история, как она решила открыть клинику доказательной медицины, и про это тоже непременно поговорим. Инна Гургеновна Гаспарова, врач-неонатолог клинического госпиталя Лапина и зав. физиологическим отделением новорожденных, поговорим о том, как строится коммуникация с родителями в первую очередь, и Анна Петровна Васильева, врач-педиатр центра Дмитрия Рогачева. Александр Григорьевич, ну вот первый вопрос, который так я спешила задать, в чем, на Ваш взгляд, специфика коммуникации именно в педиатрии, в чем ее отличие от других сфер медицины? Врач-педиатр, работающий с семьей, это чаще всего участковый врач или врач первичного здравоохранения, это врач, работающий на улице. То есть особенностью такого врача является то, что он приходит в дом, и он должен прийти в дом с определенным настроением, с определенной целью, и эта цель важная, это прежде всего контакт с мамой или с другими членами семьи, которые несут ответственность за ребенка, потому что врач-лечащий по существу дома является врачом-обучающим. Дети, которые находятся под контролем родителей, они получают лечение из рук родителей. И очень важно, чтобы был использован принцип Корнеги. Вначале завоевать маму-бабушку, дедушку и так далее, а потом опосредованно ребенка. Это очень важный вопрос. Поэтому врач, который приходит домой, он должен знать элементы психологии семьи и возрастной психологии, потому что он должен это использовать в нужных ему целях. А цель основная — наладить медицинский контроль за ребенком, когда ни врача, ни медицинской сестры там по существу нет. Первое. И второе — сделать все, чтобы мама или члены семьи использовали рекомендации врача в полной мере, а не использовали какие-то другие рекомендации, включая рекомендации доктора Гугла, доктора Яндекса и других информационных материалов, которые могут поступить из уст в уста. Потому что часто используются даже не эти вещи, а рекомендации соседки, рекомендации членов семьи, у которых имеется личный опыт по этому поводу. Это первое и самое главное. Второе. Очень важно, что этот человек, который приходит домой, он приходит в чужой дом. И он должен выработать у себя целый ряд качеств, которые нужно повесить до того момента, когда он позвонит в дверь. Например? Это радостное лицо, которое счастливо тем, что оно встретилось с семьей пациента. Оно должно носить оптимистический характер полностью. И, как мы говорили раньше, в советское время должно быть лицо члена политбюро. По нему нельзя узнать, что врач думает о семье, маме, обстановке и так далее. Потому что, естественно, мама, которая находится дома с ребенком, мама занята хозяйственными делами, она может быть просто в халате, она может быть непричесана, без макияжа, в другом белье. Ребенок может сидеть на горшке, вариться что-то на кухне. То есть вы пришли в чужой дом. В чужой дом со своим уставом ходить не надо. Мы должны с самого начала психологически быть готовы к тому, что мы должны достичь цели. И цель достигается этой позиции. Это два. Я просто сразу скажу. И третье правило. И закончу. Это правило того, что должен быть установлен контакт с ребенком. И контакт с ребенком устанавливается исключительно через мать. Потому что ребенок не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Он оценивает эту позицию, глядя, как мама реагирует на врача. И если мама радостно реагирует и ответливо, и ребенок все видит, он чувствует это и видит, то ребенок отдается врачу практически сразу. Это важные вещи, потому что они могут быть использованы. Я не могу не рассказать один случай, который был в моей практике. Ко мне в гости в центр приехал директор Национального института рака в Париже. В Вильджуифе, под Парижем. Сейчас уже его нет живых. Жорж Матэй, ему было 73 года. И он продемонстрировал мне правила поведения и коммуникации с больным ребенком, с мамой этого больного ребенка таким образом. Значит, две семьи попросили себе консультацию у знаменитого профессора. Он был специалистом в области иммунотерапии и рака. И люди, которые хотели показать ребенка, были пациенты с рецидивами онкологических заболеваний, для которых терапия была на сегодня экспериментальный характер. Это было достаточно давно. И я попросил нашего знаменитого доктора Галины Михайловны Савельеву, которая недавно исполнила 91 год, она герой труда. Она работала этажом ниже, подо мной, в Российской детской клинической больнице. Поскольку мой кабинет был такой, ну, мужской, мягко говоря, вот, а у нее был кабинет женский, я попросил у нее ключи от кабинета, чтобы там встретить гостя. А на данный ключ я там принимаю этого гостя. Мы там, значит, и проговорили что-то. Потом он говорит, я готов посмотреть ребенка. Я зову маму. Входит мама с ребенком. Мама, естественно, взволнована, напугана. Этот доктор, маленький, лысый, человек, 73 года, француз, бежит к ней, обнимает ее за талию, целует ее в щечку. Значит, ребенок увидел, что мама дала поцеловать. Значит, это свой человек. Он немедленно начинает наступать на этого доктора, пытаясь привлечь внимание. А доктор ноль внимания. Никакого внимания. Он и так, и сяк, и за ноги хватает. В конце концов, держась за ногу доктора, он с мамой. У него внимание все на маму. И маму он убеждает. Рассказывает, она ему рассказала, с переводчиком рассказала. Все, он сказал. Ну что ж, давайте посмотрим ребенка. Обычно у профессоров вторая комнатка. Это комнатка, в которой есть диван или какое-то место, где можно посмотреть. Я говорю, пожалуйста, давайте пройдем в эту комнату. Входим там, а там ничего нет. Посредине стоит гинекологическое кресло. Потому что Галина Михайловна, выдающийся наших уже гинеколог, этот доктор, француз, сказал, как оригинально. Как оригинально. Вытащил салфетку, посмотрел ребенка. Мама, ноль внимания. Я все это закончил, было получено все вопросы. Я вышел туда, и представьте себе такую ситуацию. Вот если я, приходит ко мне мама с ребенком, и я выполняю этот французский вариант. Мама готова к этому? Вы предвосхитили мой вопрос. Мама готова. Это очень важный вопрос. И второй вопрос. Если бы я пригласил другого профессора, и он бы сразу сказал мне, вы что, издеваетесь? Надо мной. То есть он продемонстрировал бы наше нарушение профессиональной этики друг с другом. А он придал этому юмористическую окраску. И мама это восприняла нормально и так далее. Таким образом, эти три позиции, касающиеся ребенка, который должен отдаться тогда, когда он убедится, что он в безопасности, и мама готова полностью прислушаться к мнению врача. Вот эти три позиции для амбулаторного врача. У врача участкового 25% времени уходит на ответы и вопросы. Как человека посадить на горшок? Как оттуда его снять? Что такое ночные страхи? И тысячи вопросов. Сегодня на эти вопросы может ответить и доктор Гугл. И цифра. Вот в частности, например, Шведы, которая небольшая страна, и в которой построен коммунизм. И в этой стране введена цифра в первичном звене. 70% вопросов решается онлайн. То есть мне не надо ходить. Я просто набираю трубку и говорю, вы знаете, у меня проблема у ребенка вот такая-то. И возможно для нас это дело ближайшего будущего? 100%. Вы называли большие очень цифры, сколько детей. Да, да. Москва идет по этому пути. Сейчас практически многие вопросы могут решаться в так называемом едином окне. И в условиях обращения в компьютерную большую сеть, которую Москва выстраивает. И она поставила такую задачу. Сейчас часть вот этого вопроса снять отчетчистку у врача. Марин, хотела вам задать вопрос. Вот насколько я понимаю, в вашей клинике у врача нет возможности сказать, что времени на прием не хватает, вы выделяете достаточно времени. Мы выделяем час на прием, да. Часа бывает не хватает. Не хватает. Если у нас есть возможность продлить прием, продолжать отвечать на вопросы пациента, естественно, врач это делает. Если врач идет от пациента, то всегда у пациента есть возможность написать врачу в WhatsApp, поговорить с ним в его нерабочее время. Насколько охотно врачи идут на то, чтобы оставлять свои контакты? Какое-то время назад в Фейсбуке разразилась холиварная дискуссия на тему, что врач тоже человек, имеет право на личную жизнь и не готов все 24 часа в сутки тратить на коммуникацию с родителями? Ну, знаете, никто не просит врача 24 часа в сутки тратить на коммуникацию с родителями. У него может быть свой домашний номер телефона, может быть рабочий номер телефона, он может давать e-mail. Мы часто очень с врачами изначально, договариваясь с врачом о том, как он будет вести пациентов, мы принимаем решение. Его пациенты пишут на WhatsApp клинике, либо на WhatsApp врача. И в данном случае... А в какой момент вы принимаете это решение? В момент первоначальных договоренностей с врачом, когда мы принимаем его на работу. Если пациент пишет на WhatsApp клинике, маршрутизацию вот этого вопроса делает ресепшн клинике. То есть мы можем задать вопрос дежурному педиатру, мы можем перенаправить, если это вопрос по предыдущему приему, если человек хочет еще дополнительно что-то уточнить, можем передать вопрос этому врачу. Опять же, никто не требует срочного ответа на вопрос. Отвечать можно в течение дня. Если это какая-то срочная ситуация, всегда поможет ресепшн, всегда помогут врачи, которые на данный момент в клинике присутствуют. Если это срочная ситуация, требующая вызова скорой, всегда скажут, что вам все-таки рекомендовано либо приехать сейчас в клинику, либо вызвать нашего врача на дом, либо, если действительно требуется скорая, естественно, мы об этом скажем. То есть никто не говорит, что врач должен быть постоянно на телефоне и постоянно отвечать на вопросы. Врач в рамках приема должен постараться максимально ответить на все вопросы мамы, по возможности дать, возможно, какие-то ссылки, где мама сама может почитать. У нас, например, очень многие врачи ведут свои странички в соцсетях для того, чтобы как раз не тратить время на то, чтобы отвечать каждому пациенту. Врач может просто маме дать ссылку, сказать, вот здесь написано про то, что вы хотите узнать. То есть вы занимаетесь образованием родителей? Безусловно, это очень важно. И Александр Григорьевич тоже об этом говорил. Как раз про это и говорил, что это одна из функций врача. Это позволяет маме доверять врачу в первую очередь. Потому что, да, я тоже мама. Мне очень важно, когда я слышу какие-то рекомендации врача, мне действительно очень важно понимать, что это не просто рекомендации данного конкретного врача, это рекомендации всего медицинского сообщества. И поэтому, когда врач дает мне определенные ссылки на какую-то литературу, да, на то, где я могу посмотреть, что так рекомендуют и международные организации, так рекомендуют, собственно, все врачи, которые работают по данной специальности. Мне это очень важно, мне это комфортно. Меня потрясла история про то, что вы сами, как родители, как пациенты, относитесь к тому пулу пациентов, которые с удовольствием читают специфическую медицинскую литературу. И стремятся говорить с врачом на одном языке. По-вашему, Патуина, насколько это так? Вот родители ваших пациентов, они в большей степени ориентированы на современные гайдлайны, на исследования или привержены традициям семьи, как это было, опыту, который они прошли сами, например, с более старшими детьми? У меня абсолютно разные пациенты, и есть абсолютно разные категории. То есть это люди, которые читают, интересуются, обязательно там мне еще сами скинут ссылку и скажут, вот, посмотрите, пожалуйста, здесь написано так-то и так-то, что вы думаете по этому поводу? Но есть также и категория пациентов, которые, наоборот, они приверженцы традиции, они очень слушают своих родственников старшего поколения, которые дают им те рекомендации, которые сейчас они уже считаются неэффективными, мягко говоря. И вот Александр Григорьевич говорил о том, что очень важно завоевать доверие мамы. И вот тут очень сложно бывает действительно завоевать маму, объяснить ей, что да, уважение к старшим – это очень правильное, безусловно, мы это будем иметь в виду и опираться на их опыт. Но вот сейчас есть какие-то другие, более современные способы лечения, профилактики и прочее, прочее. Этому уделяется огромное время. И действительно на прием уходит намного больше у меня даже там зачастую, чем час. И очень важно действительно домашний патронаж, потому что дома в домашних условиях можно обратить внимание на то, что ты никогда не увидишь на приеме в поликлинике. Потому что иногда бывает мама отправит фотографию, говорит, вот обратите внимание, пожалуйста, у меня ребенок, у него голова повернута постоянно в одну сторону. Что мне делать? К неврологу, к ортопеду, куда бежать? Смотришь фотографию, действительно, там она коротенькое видео пришнет. А если ты придешь домой, то увидишь, что там в течение всего этого часа мама носит ребенка с одной стороны, в другой руке у нее гаджет. Ребенок, хочешь, не хочешь, он вынужден голову поворачивать в сторону гаджета, чтобы тоже увидеть, что там происходит. Ну и, в общем, здесь ситуация, да, она решается совершенно по-другому, чем если бы мы пошли к неврологу, МРТ и прочие самые ужасные какие-то мысли. И что в этой ситуации? Вы рекомендуете поменять руку? Ну, я так мягко маме говорю, что вот посмотрите, обратите внимание, видите, у вас малыш, он пытается все время заглянуть в гаджет, давайте мы с вами попробуем побольше выкладывать его на пол, заниматься на полу, понаблюдаем там в течение трех-четырех дней, и после этого мы с вами уже решим, как быть дальше. Ну, то есть в большинстве случаев-то мамы же почитают в интернете, что наклон головы МРТ и прочее, прочее. То есть я не говорю сразу, мама, ну что вы, о чем вы говорите, я как бы с ней соглашаюсь, говорю, конечно, такое может быть, но прежде давайте мы с вами начнем с каких-то самых банальных историй, если в остальном мне в ребенке, безусловно, все нравится. А я хотела продолжить вот ту тему доверия, которую вы подняли, и обратиться к Анне Петровне. Вот Александр Григорьевич говорил, как важно устанавливать отношения доверия с родителями, и именно эти отношения, ощущение, что мама доверяет врачу, и врач, ну, входит в пул своих, становится для ребенка определяющим, и тогда ребенок с большей охотой спокойнее подпускает врача. Вы имеете дело с детьми с тяжкими заболеваниями, у которых есть предыдущий опыт общения с врачами и лечения, и этот опыт зачастую весьма неприятен и болезнен. Как в этой ситуации строится коммуникация? Вот приходит мама с ребенком, ребенок замучен, измучен, и, в общем, мама тоже. Ну, как, так же, в принципе, как рассказывал Александр Григорьевич, максимально тепло, мы их принимаем, мы пытаемся, мы узнаем, да, всю их историю жизни, всю историю заболевания, как они проходили лечение, с какими трудностями они сталкивались. Конечно, еще зависит от диагноза ребенка, да, то есть чем сложнее диагноз, тем больше и долгий путь прошли родители, да, претерпев там многие страдания. Примерно все обстоит так же. Мы обязательно с родителями устанавливаем контакт, да, чтобы мы все рассказываем максимально подробно и доступно, чтобы они понимали, потому что у пациентов с тяжелыми заболеваниями много специфических слов, много специфических анализов, которые родители могут не понимать, там, да, им что-то непонятно, соответственно, становится страшно. Мы максимально пытаемся говорить простыми словами, доступными, чтобы они понимали, что их ждет там на этом этапе, что их ждет потом. Примерно представляли, да, там, свой путь лечения в дальнейшем, там, конкретно у нас, да, если говорить. Как интересно, говоря о лечении, выстраивании вот этих доверительных отношений, вы много психологических аспектов поднимаете, не сугубо медицинских, а ощущения, страхи и пациенты, в первую очередь его родителей, ожидания от лечения. То есть получается, что врачу нужно быть отчасти психологом. Обязательно. Конечно, в медицинских университетах, по крайней мере, энное количество лет назад, есть курс психологии, да, где дают базовые какие-то вещи, рекомендуют литературу, да, которую можно прочитать. Но в любом случае врач обязательно должен уделять и этому аспекту внимание большое. Чем больше врач понимает психологию ребенка, психологию родителя, да, взаимоотношения родителей с ребенком, психологию семьи, в которой находится ребенок больной, да, тяжело больной. А ведь у него еще есть братья и сестры, да, как там строятся взаимоотношения. То есть на самом деле это очень большой такой пул вопросов и веточек вот этих вот взаимоотношений, которые влияют на все, и на лечение, и на родителей, и на их благополучие эмоциональное, да, потому что... Как врачу приобрести эти знания? Ну, понятно, что по мере накопления опыта у него появляются ответы на ряд вопросов. Но вот то, о чем Александр Григорьевич говорил, о необходимости понимания возрастных особенностей, периодизации детского развития, откуда это знание берется в практике врача? Ну, когда студенты приходят в интернатуру, ординатуру, в любом случае, конечно, не смотрят на своих наставников, да, это старшие врачи, это заведующие отделениями, обязательно берут, перенимают какие-то схемы общения, да, какие-то примеры, да, по поведению, как взаимодействовать, опять-таки, с ребенком при осмотре, как взаимодействовать с родителями, как сообщать какие-то новости, да, положительные или там плохие. Это понятно, наставники, да, у нас есть, но в любом случае, конечно, необходимо и чтение литературы психологической. Сейчас ее очень большое количество, в прилавке все уставлены этими книжками по психологии, и есть очень хорошие экземпляры, которые нужно изучать, статьи, опять-таки, потому что сейчас медицина занимается исследованиями очень плотными и в психологии, да, то есть это уже довольно доказательные вещи, да, то есть проведены какие-то исследования, как пациенты реагируют в этих случаях, как это, то есть это даже уже подтверждено какими-то цифрами и исследованиями, то есть, ну, самообразование. Врач всю жизнь должен самообразовываться в любом случае, всегда. Как вы действуете в ситуации, когда, например, мама настаивает на назначении, чтобы не называть никакие торговые марки? Лекарство с недоказанной эффективностью. С недоказанной эффективностью, совсем недоказанной эффективностью. Вообще изначально, чтобы мне не сказала мама, я с ней пытаюсь, ну, как-то согласиться, продемонстрировать ей то, что я ее выслушала, что я очень вот внимательно выслушала. А как вы это демонстрируете? Ну, всячески, я очень делаю внимательный вид, я переспрашиваю ее, я задаю ее уточняющие вопросы касательно этого лекарства, применяла ли она его раньше, откуда вот она знает об этом опыте. Ну, действительно, вот я участвую с ней в диалоге, ни в коем случае я не начну ее сразу ругать или категорически как-то отвергать ее точку зрения, ну, то есть я вот выслушаю, потом я все начинаю обсуждать. Вот вы знаете, да, действительно, хотя я могу этого не знать, на самом деле, опыт применения этих лекарств есть, но он вот все-таки недоказанный. Сейчас есть там группа лекарств другая, вот у нее эффект более доказан, мы его широко применяем. А в этом возрасте все-таки эти лекарства, они не так применяются широко и не рекомендуются. Ну, вообще, изначально, когда ты же эту маму в основном видишь все-таки не первый раз, уже имеешь не какой-то опыт общения, уже есть период времени, за который ты понимаешь, ну, что это за психотип, что именно хочет мама от тебя услышать. Ну, мы уже угадываем, здесь все говорили о том, что педиатр, он должен быть психологом в том числе. И моя задача удовлетворить маму, но чтобы ребенок получил весь необходимый спектр обследования и лечения, которые ему необходимы. Насколько это действительно самостоятельная задача оставить маму довольной, удовлетворенной? Ведь все-таки объект вашего воздействия – это не мама, это ребенок. У меня не будет никакого эффекта от всего, если мама не будет удовлетворена. Если мама мне не будет верить, не будет мне доверять, она пойдет, найдет того врача, который согласится с ней, который разделит ее точку зрения, и ребенок у меня будет получать все то, что ему не нужно. Потому что таких врачей сейчас очень много, которые с мамой согласятся. С удовольствием назначат вытяжку из печени несуществующего животного? Да, или растения. Их очень много. Поэтому я заинтересована в том, чтобы ребенок выздоровел. Поэтому любой ценой я маму должна расположить, чтобы она доверяла мне, верила мне и лечила бы ребенка так, как следует, так, как рекомендует медицинское сообщество, а не какие-то форумы и чье-то мнение со стороны. То есть моя задача – донести до нее, что это неэффективно, и что, ладно, неэффективно, что это может быть вообще опасно для ребенка, потому что, к сожалению, такое мы видим. Я привожу примеры, что там наше бездействие в некоторых ситуациях может закончиться тем-то и тем-то. А иногда, наоборот, я маму заставляю бездействовать в этой ситуации, посмотреть, подождать, потому что это сейчас не требует лечения, там нет таких-то, таких-то симптомов у нас. Бывают разные истории, и вот моя задача – завоевать ее доверие. Насколько я понимаю, в онкологии ситуация еще более критичная, и период затянувшейся бездействия. У нас у медиков есть навыки определенные, навыки, но некоторые правила. Они уже изложены были давно в мире, выдающимися врачами древних, древности, которые до сих пор используются так или иначе. Например, скажем, как сказать родителям о том, что их ребенок смертельно болен? Как? Есть правило такое, называется принцип Тарди. Тарди – это известное ощущение врач, и мы пользуемся этим. Это принцип отсроченной правды. То есть вы не говорите в лоб, что все плохо, но вы готовите родителей к тому, что это плохо. Вы готовите. И родители созревают, на это уходит один-два дня, потому что они это обсуждают, врач до конца не раскрывает все, он говорит, что мы думаем, что… – Что должен сначала сказать? – Да, ну я… – Да, ну ничего, в конечном итоге родители говорят, не мучайте нас, пожалуйста, скажите правду. – Угу. – Плохо? – Да. То есть родители готовятся к этому специальным образом. Первое. Второе – ну, врач должен селять оптимизм. Если вы врач, который прерывается в приговор, то это в другом месте. Это другая специальность, и в суде, пожалуйста, там приговор не должен быть. А здесь должна быть оптимистическая какая-то позиция для пациентов. Поэтому цель врача, как ребята рассказывали, наш доктор говорил об этом, о том, что нужно втянуть семью, маму, семью, родителей и ребенка в совместное действие по борьбе с заболеванием. Это отдельный вопрос. Вот, например, прием у нас в клинике. Мы несколько лет назад организовали школу для больных детей. Настоящую школу. То есть с первого по одиннадцатый класс. У нас дети вместо того, чтобы болеть, учатся. И, значит, сдают ЭГЭ. Вот сейчас как раз сдают ЭГЭ. У нас уже пятый год сдают ребята ЭГЭ. У нас есть золотые медалисты и так далее. Трудно себе представить, что ребенок с центральным катетером, с бантом, более смертельное заболевание, перенесший или планирующий трансплантацию костного мозга с неизвестным исходом, он занят подготовкой. Причем это онлайн-подготовка. Специальные педагоги, которые специально обучены. Пушкин и его лицея отдыхают по качеству образования. Потому что стало понятно, что для этого не нужна школа. Не нужны какие-то вещи. Должен быть индивидуальный контакт. Это переход к так называемому цифровому образованию. Надо сказать, что для нас, для врачей, это удивительно. То есть ребенок сидит с учебниками и учится, занимается. Вместо того, что вы думаете о болезни, а мама, видя, что ребенок мотивирован, и он занят развитием, и он никогда не отстанет от своих сверстников, которые имеют общее образование на улице, мама всячески это поддерживает. Мы мамам говорим, что хотите, мы вам тоже дадим подготовку специальную, потому что вы можете, пока ребенок болеет здесь и учится, стать тьютором, помощником учителя официальной с выдачей дефлога государственного образца. У нас такая доверенность есть. В Министерстве образования мы это сделали. Впечатленная рассказом про учащихся детей, как-то я даже потеряла немножко свой следующий вопрос, но пока вас слушала, подумала, что интересно было бы, вот про что поговорить, Анна Петровна, вопрос к вам в первую очередь. Если мы говорим про детей с онкологическими диагнозами, Александр Григорьевич упомянул, что важно и детей вовлекать в планировании лечения, из них тоже делать соратников. Но в первую очередь, наверное, мы говорим про более старших детей, которые осознанно относятся к своей болезни. Есть малыши в меньшей степени вовлеченные. Вот как вы видите ситуацию с коммуникацией с детьми и с вовлечением в коммуникацию родителей? Что сложнее, что легче, с детьми какого возраста, в чем есть специфика? В чем есть специфика? Ну, если мы говорим о подростковом возрасте, например, там у нас есть отделение подростковое и молодых взрослых, где получают лечение дети до 18 и даже старше лет. То есть это уже такие подростки, почти сформировавшиеся взрослые, с которыми ты, естественно, ведешь обязательно тоже диалог. То есть не только с матерью обсуждаешь все манипуляции, то есть максимально стараешься и ему все объяснить, рассказать. И, естественно, так больше соблюдается и комплайнтность, и, опять-таки, доверие. То есть хорошие отношения. То есть не вот, а врач меня пришел, посмотрел, и когда он от меня отвяжется. А то есть у тебя возникают нормальные с ними отношения, и он тебя внимательно слушает и понимает, что это нужно, или там необходимо опираться. То есть как там подготовка и так далее. Анна Петровна, можете вот какими-то приемами поделиться с нашими слушателями и зрителями, вот для того, чтобы этот диалог возник? Ну, на уровне слов, фраз, взглядов, что должен сделать или сказать врач? Я думаю, что если мы говорим о работе с детьми, то есть у каждого возраста есть свои ключики, которыми можно пользоваться. Если это там малыши, то есть в любом случае ты с ними играешь, там все происходит через игру, там неважно, это какая-то манипуляция, там ты меняешь повязки какие-то, да, например, врачам действий. То есть ты с ним играешь, ты поешь ему песни, читаешь стихи, даже так, да, чтобы он у тебя не полагал мир. То есть вы врач, вы пришли менять повязки и поете песни с ребенком? Пою песни, потому что, да, малыши, ну, естественно, там они боятся некоторые, да, но ты поешь, ты читаешь стихи, давно ему знакомый, который читает такие же стихи его мама. То есть он слышит знакомые слова, опять-таки он спокойно переносит эти манипуляции, да. То есть мы не укладываем ребенка, не держим его силы, чтобы он кричал, а мы в это время переклеиваем. Не делаем такого? Не делаем такого, нет. Мы максимально стараемся вот как-то по-доброму уговорами, да, кого-то. Есть детишки уже там более старшего возраста, да, там, скажем, от пяти, там, да, где-то девяти лет. Здесь тоже книжки, мультфильмы, какие-то герои, которых они любят. Ну, то есть даже это видно, там, пациент, скажите, к тебе пришел с футболка, да, у него какой-то герой, да, его там может быть любимый, Человек-паук, например. Ты начинаешь с ним разговор о Человеке-пауке, там, о каких-то мультфильмах, которые он любит. И он видит, о, врач знает, да, в теме, да, вот с ним можно как здорово, да. И он тебе, может быть, даже по ходу и про Человека-паука поговорить, и потом про свои жалобы опять-таки рассказать, да, то есть детишки тоже могут рассказывать, там, у меня то-то болело или это, или может пожаловаться, да, чего мама, например, где-то не заметила, он может тебе рассказать. Ну, и подростки, здесь тоже, опять-таки, где-то музыка, книга, какие-то общие темы, которые ты пытаешься затронуть и с ними обсудить. Обсуждают? Ведь мы говорим про сложные, про тяжелые диагнозы, про неблагоприятные прогнозы. Тем не менее, в этой ситуации, ну, даже если учатся, да. Ну, да, мы для маленьких детей, начиная с трех лет уже, готовим книжки, в которых нарисованы процессы все. Да. Вот клетки, плохие клетки, куда они идут, что мы делаем, каким образом мы их убиваем. Это все, ну, такое, мультяшки такие. Образные. Да, образные, значит, книжечки такие, в которых рассказывается все, и везде прописывается о том, что и врач, и мама, или папа, или члены семьи, мы все вместе это делаем, и он с нами это делает все вместе. Поэтому мы все связаны, то, что нужно сказать, неразрывными. Как здорово. Да, неразрывными. Это проект центра Дмитрия Рогачева. Да, нет, но мы использовали опыт лучших клиник, это не то, что там индивидуальный опыт. Просто в России долгое время считалось неправильным сообщать людям об анкологическом диагнозе. Да, это так. Его скрывали, это было официально принято, и во взрослой среде, и у детей тем более. Вот. Мы шли по пути того, что ребенок выздоравливает. У нас сейчас в Российской Федерации более 80% детей выздоравливает от рака. Эти люди живут, и они должны знать об этом, и быть готовы к тому, что социальная среда все очень настроена враждебно. Такая табуированная тема рака. Табуированная, да, но людям кажется, что это их обойдет. На самом деле нет. Немножко мистификация, да? Нет, не мистификация, просто людям кажется, что это с ними никогда не случится. Если я с этим не буду соприкасаться. Они отторгают эту группу пациентов, как изгоев. Например, девочка ко мне пришла, женщина пришла, там, 40 лет, Александр Георгиевич. Вы меня помните, я в пятилетнем возрасте перенесла лейкемию в Морозовской больнице, я у вас лечилась. Моя фамилия такая, ну фамилию я помню, естественно. Я говорю, так, ну что случилось, Александр Георгиевич, я хочу ребенка. Я говорю, это у меня, что ли? Вы только и шутите, такие шутки. Я хочу ребенка, инерек. Мне нужен ребенок, потому что она, ей 40 практически лет, она так и не встретила человека, которому могла бы она рассказать о том, что она перенесла это заболевание, что она выздоровела. Потому что этот человек придет домой, мама ему скажет, слушай, что ты не мог найти кого-нибудь другого. Она же психология какая. Ну давай мы сделаем ЭКО. Ну, никто не берется. Мне пришлось позвонить Марка Аркаевича. Курцеров сказал, Марк, поскольку мы много лет вместе проработали. Такая ситуация. Сейчас девочка эта родила, дочери 6 лет. Это что-то. То есть эти дети, которые уходят, становятся взрослыми, они так с нами и остаются. Марин, как руководитель медицинской организации, какой совет дали бы коллегам-руководителям? Вот как управлять врачами? Что нужно делать для того, чтобы обеспечить эффективную, корректную коммуникацию? Ну вот я как раз тот менеджер, о котором Александр Григорьевич говорил. У меня нет медицинского образования. И так получается, что я руковожу врачами. У нас, безусловно, есть главврач, который занимается медицинской частью. И что касается медицинской части, начнем. Что касается медицинской части, то у нас как раз есть доступ к клинике, в эту самую Американскую Академию Педиатрии, к ее ресурсам. Мы переводим для наших пациентов очень часто те материалы, которые там выложены для пациентов. У нас врачи, несколько наших врачей являются членами Американской Академии Педиатрии. Мы тоже это поощряем, доступы оплачиваем. И, в общем, это замечательно, потому что я сама, на самом деле, очень много читаю на сайте Американской Академии Педиатрии. И мне очень нравится, как там представлены информации. К сожалению, на русском языке я такого классного источника не нашла. То есть на данный момент, с точки зрения менеджмента, я сделала все, что в моих силах. Я предоставила моим врачам ресурс, в котором они могут черпать нужную им информацию. Я им купила все необходимые, которые они у меня просили. Там, справочники по дерматологии, например, то, что им нужно на приеме, без чего они не могут качественно обслуживать пациентов. И с точки зрения коммуникации с пациентом, ну, во-первых, так получилось, да, наверное, мне повезло, что изначально у нас доктора, которые очень... они очень мотивированы, они самообразовываются, они сами ходят на курсы, они сами читают правильные книжки по поводу коммуникации с пациентом. И в той же самой Американской Академии Педиатрии очень много ресурсов по этому поводу, очень много информации. Вот, но сейчас, я уже говорила, да, я столкнулась с дефицитом вот таких вот кадров, которые мотивированы и самообразовываются. Поэтому я задумалась о образовательном проекте, в том числе об обучении партнерским взаимоотношениям с пациентом правильной коммуникации. Потому что, действительно, таких врачей очень мало, их надо обучать, и это то, чем должен заниматься как раз менеджер, который хочет систематизировать работу в клинике. Спасибо большое. Хотела у вас спросить, на уровне завотделения, вот что, ну, должен делать руководитель отделения для того, чтобы его сотрудники, его врачи были в достаточной степени коммуникабельно ориентированы на корректную, эффективную коммуникацию с пациентами? Ну, мне кажется, что, прежде всего, должны быть комфортные отношения внутри коллектива, в первую очередь, что врач, он хотел бы ходить на работу, чтобы ему было бы там комфортно, он делал бы это с удовольствием, и не только из-за любви к своей профессии, но ему бы действительно там все нравилось. Поэтому, наверное, моя задача на уровне завотделения создать правильную обстановку именно внутри моего коллектива. И здесь точно так же, как и с пациентами я говорила, что бы мне не сказал пациент, что бы мне не сказал мой врач, в первую очередь я его выслушаю, я с ним обсужу его любую точку зрения, если я там с ней не согласна, я уже после того, как мы с ним все обсуждали, скажу, знаешь, я бы подумала бы, что можно вот в этой ситуации еще вот так вот сделать. То есть вы сейчас комментируете коммуникацию между руководителем и врачом? Да, и врачом, да. Ну, то есть вот в первую очередь, если есть какие-то замечания по работе, то высказывать их тоже наедине, ни в коем случае ни в присутствии пациентов, ни в присутствии других сотрудников, младшего медперсонала, ну, потому что это унижает врача, и всегда такие вопросы, нюансы надо выяснять наедине, не ругаясь его, потому что как так можно было бы вообще? Да что ж ты? Да вообще, что за ужас. Вот так нельзя? Ну, на мой взгляд, нет. Изначально надо проговорить ситуацию, если она совсем была какая-то неудачная, обсудить вот ее конец, чем это все закончилось, что какой-то такой опыт, и надо извлечь его, чтобы на будущее мы поступили вот так-то, так-то и так-то. Или если мы разбираем какой-то диагноз, он предлагает сделать вот тот, и я с этим не согласна. Не буду ему говорить, что я вот с этим не согласна, и надо сделать так, как я сказала. Ну, и опять-таки возвращаемся к рекомендациям клиническим, да, и медицинских сообществ, и стараемся опираться на них, а не на мое личное мнение. То есть я не буду говорить, что мы так не будем делать, потому что я так считаю. Да, давай вот поступим так, как предлагает нам ВОЗ, ну вот, какая-то организация. Спасибо большое. Анна Петровна, на уровне врача. Вот что должен делать сам врач для того, чтобы выстраивать коммуникацию с пациентами максимально эффективным и корректным путем? Самообразовываться, быть в ресурсе, потому что если врач уставший, замотанный, он не сможет качественно проводить коммуникацию с пациентом. Ну, это просто еще одна холиварная тема под занавес нам, потому что, мне кажется, это... Ну, это одна из составляющих. Самое обычное состояние для врача быть в замотанном, не в ресурсе. Ну, стараться находить в себе ресурсы, чтобы ты был отдохнувшим, чтобы мог быть спокойным, сосредоточенным и, соответственно, качественно общаться с пациентами. Тут, наверное, две составляющие. Самообразование и быть в ресурсе. То есть фактически врач ответственен за свое внутреннее состояние физическое, эмоциональное, духовное, ментальное? Ответственен, да. Потому что это влияет на работу, на качество работы, конечно. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Я вас благодарю за участие в нашем круглом столе. Было, несомненно, не просто интересно, а, на мой взгляд, исключительно полезно. Спасибо большое. Спасибо большое зрителям, слушателям, которые также принимали участие. Смотрите нас на Первом медицинском. Всего вам самого хорошего. Спасибо.